я посадил меня бы раскусили так привет николаич видел магазин двухлетки садимся груши чижовская прививка окулировкой внизу на ствол а что такое полтора метра без боковых веков полтора метра или мне кажется одни спящие почки может дерево ставить без веток один ствол ну и что нормально оно могло быть без боковых веток тем более что вы же не видели это вы же увидели бы если бы она была обрезана то есть это к вам вопрос виталий а были ли боковые ветки отрезаны или нет валерушка так я уже валерушка отлично еще немного и буду милым любимым так валерушка а если ветки обломали сами и бензопылой чикрыжить или так оставить чтобы сами справлялись нет значит ли это что потерять этих веток сокращает дерево жизнь на сколько лет извините что задолбил долбите мне не привыкать смотрите конкретно сказать не могу обычно облом вот такой хаотичный естественно что отрезая бензопилой сон крупный или там ножовкой то сидим садовой пилкой если меньше или сега там еще меньше мы делаем площадь вот так обрезая поперек мы делаем площадь которая будет мерзнуть вот так видите она будет минимальная по сравнению с этим обломом даже показал бы но сейчас в них когда как я обрезаю вот потеря этих веток если обломались сокращать же дерево почему потому что любополистически любое дерево пересажено значит она уже коллег привито она уже коллег его легче сломать чем если бы она выросла на месте и не было бы привита тогда тут бы ветка согнулась а ваша обломилась естественно нарезать бензопилой торец густой с краской этой самой заварьте масляной лучше пару раз дождаться пока высадят еще раз а на сколько лет зависит от радость так 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 маркер почек позднее растение питере почки долго спят но тронулись на грецком орехе дальше другие не проснуться на абрикосе можно обрезать до прослушившись ну подождите еще не спешите тогда уже решать вот у меня конечно по холоднее но это у меня тоже сухие ветки ужас какая была зима дико жду еще лежу где-то проклюнулись еще сколько максимально ждать но пока вы уже сами увидите пробуждение приведу к черенку сами увидите уже на дереве листике молодые на черенках набухания нет все на ваше усмотрение месяц так 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 сделал же фотографии нет это надо это фотографии долго искать так очень понравился склонки на сравнение так это там разносить сравнение растений с кожей земли у нас на южном орале страшная жара в городе косят траву почти под ноги еще не меняется консерватории я знаете как у нас тоже косят траву сейчас не так жалко это было не раз они надо деньги на ваши наши с вами деньги их надо не просто а их надо утилизировать то есть надо нанять компанию представляете когда приезжает с красноярска вот вот а это уже дураку ясно что произошел распил так как любого мужика найми и он за 10 15 тысяч у нас безработица дико он возьмет вручил бензокосу и он тебе все сделает правильно а там уже другие деньги там уже понятно все там уже идет распил и так далее а почему так я хожу по городу сейчас цветут одуванчики и вот это все поднялась трава с этим вот на такую высоту это такой одуванчики и вот я помню прошли позапрошлый год самое цветение красота неописуемая она так украшает город нет пришли бензопилы скосили можно было скосить и даже нужно но можно было позже намного и на один покос было бы меньше но тогда распиливать будет нечего и так по всей стране и у вас также вас косит под ноль вот хорошее или плохое может быть в масштабах вселенной это мелочи знаете я вам сейчас анекдот расскажу мне он понравился это это не анекдот а может анекдот нет кто-то из великих якобы сказал так когда у него был открытый форточки он говорит своему дворецком так джон закройте форточки я не собираюсь обогревать вселенную поняли да дальше читаем алексей кой привет алексейка наконец-то это константин и через и брянско-розово через вас от вас вымахало до 2 этажа и все вы шутите мороз нипочем кто не знает вы живете на урале активно растет караул как плоды себя а я думать с этим не столкнулся резать жалко что делать посоветуйте а как 15 метров вырастет я могу вам посочувствовать это ваша головной боль вы не хуже меня сейчас разбирать вас наука и жизнь журнал напечатал меня не стал я для них а у вас напечатал вот это лотерея но напечатал же вы сейчас круче меня если когда-то будет создана новая академия вот этих разогнать помните фотографии где сотни людей спят во время заседания сотни людей спят вот так вот в том самом десятки даже пятерки лучших любителей которые по которым академия плачет настоящий коллег и у меня спрашиваю что делать что делать этот ракина была зачем холодильник выпили пиво будем хранить так вот я на вебинаре на прошлом показывал фотографии там наш уникальный садовод вот на я посадил прям говорю вот присядьте вот его небольшая черешня привитая и была уже с отрезанной верхушкой мне нужна эта фотография для учебы и она была на прошлом вебинаре то есть он центральный проводник отрезал потому что он научен горьким в этом все равно большая часть черешни у нее пруты 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 сейчас пруты большая часть достаётся птицам так сергей селевошка вот видите люди профессиональные садоводы профессионально это кончившие лучшие музы страны вот один из них с нами сергей селевошка так конца деревья теперь наука абрабаристика что такое а вы серьезно или шутите абрабаристика это вы придумали или это научное слово одно дело упавшее дерево подрезать другое крону сформировать и губить дерево комментируя не обижается ни одного вы не сможете пересадать чтобы ни один человек не может сказать это ни один что вы знаете кажется я ошибался когда вот это печатал статью селевошка можно подвисит промежуточный ток моего садоводства в эту зиму замерзли все груши сады россии гуляя садить глубоко кошки нельзя мелко нельзя рассады нежелательно где же эта золотая середина в итоге большая часть костик уничтожил суховее очень жаркие сухие воздушная масса сходы выживших абрикосов добил сильный заморозок на почве осталось пару растений у моря рыжий большой процент выживших у сливы китайской дайте чего груши у сирийской абрикосов вот такое ну смотрите давайте так чтобы из всего плохого можно извлечь в чего-то допустим слива на них можно приводить сливы и абрикосы персики так китайские сливы груши уссурийские ясно груши яблони сибирь ясно яблони и получите сад не хуже моего так вот пару растений амур рыжий если доведете до плодношения впереди всего региона вашего раз у вас будут свои черенки вот рыжий это супер сорт амур это как бы жигули а рыжий это как бы мерседес вот ну не только плохо ну ну как вы хотите суховей же никто отменить не может вот глубоко нельзя как вы пишете мелко нельзя вот так и живем это тоже самый анекдот сергей еще раз повторю пьет компании мужиков действительно ведь это же гадость вот жена одного из этих хозяина крутится вокруг них вертится злая как собака все нервы вымотала от этих самых а потом плюнула горта налейте мне пакан налили она выпила фу какая гадость а вот так и мучимся вот так сергей и мучимся вот ничем вас не успокоил просто считаю что это еще не конец вашего сада следующую сертификацию сдвину на три недели вперед и сеять кассеты то есть рассадным способом можем беспрещен сходу беречь суховей кстати заморозку убил даже всходы овса очень удивил но есть в ушаве вас убил очень удивились ли вообще нипочем это не просто сливы это те самые усурейки я ими горжусь